МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Будь начеку! В такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены". В 1930-е и 40-е годы Советский Союз был охвачен шпиономанией. Всюду ловили британских, японских, финских разведчиков. И символом эпохи был такой вот секретный пакет, который во что бы то ни стало надо было сохранить и доставить по назначению. 70 лет спустя шпиономания по-прежнему напоминает о себе поисками иностранных агентов, влияние Госдепа или камня со встроенным передатчиком, который использовала британская разведка. А в 2010-м году разразился очередной шпионский скандал между Россией и Соединенными Штатами. Михаил Васенков, он же Хуан Лазара. Один из лучших российских разведчиков-нелегалов. Его карьера началась еще в 60-е годы. Васенков работал под видом гражданина Уругвая, потом получил гражданство Перу и женился на перуанке Вики Пелайес. С 85-го года супруги жили в Нью-Йорке. Оба были арестованы в США в 2010-м году в ходе шпионского скандала. Тогда 10 разведчиков попали в руки американского правосудия. В ходе расследования, которое провели российские журналисты, выяснилось, что разоблачение произошло из-за предательства одной из ключевых фигур нелегальной разведки. Полковник Александр Потеев в 2010-м году спешно бежал из России в США по поддельному паспорту. Он и выдал американцам сведения о российских разведчиках, в том числе личное дело генерала Михаила Васенкова. Летом 2010-го года 10-рых российских разведчиков обменяли на 4-х агентов, отбывавших в России срок за шпионаж. Бывший полковник Александр Потеев был лишен звания, наград и признан российским судом виновным в государственной измене и дезертирстве. Здравствуйте. Это исторический журнал «Власть факта». История для нас – живая наука. Мы ищем в ней ответы на сложные вопросы современности. Как разведчики меняли ход истории? Прошло ли время шпионажа в 21-м веке, эпоху информационной открытости и Викиликс? Или шпионы, подобно мафии, бессмертные? Говорим об этом сегодня с нашими гостями. Александр Иванович Колпакиди, историк, спецслужб и писатель. Добрый вечер. Здравствуйте. И Олег Шишкин, историк и телеведущий. Ну вот, возвращаясь к этому сюжету, который мы посмотрели, вот эта вот и вся история 2010-го года, мне кажется, она какой-то пародийный оттенок несет, эти наши шпионы, которые были разоблачены в Америке. Нет, совершенно не пародийный. Нет, это была серьезная абсолютно... Трагический оттенок она несет, ведь тут факт невиданного до сих пор предательства. Причем даже невиданного, ну, как бы, важности должности предателя, занимаемой в разведке. Ну, никогда до сих пор в этом отделе С нелегальной разведки не было такого уровня предателя. Вообще там не было предателей. А по, как бы, масштабу его личности, ведь это сын героя Советского Союза, участник войны в Афганистане, человека, которого все любили, восхищались, я так сказать, он был своим парнем. И реальный герой, кстати. И реальный герой, да. И что с ним такое должно было произойти, чтобы он пошел на подобные вещи? Что это? Какая-то обида, нанесенная ему? Или какие-то еще обстоятельства? Потому что все-таки обычно такие люди действуют не только ради денег, да. Это было бы очень странно, если бы здесь был только такой мотив. Наверное, там были какие-то личные моменты, которые встречались. И второй момент, те люди, которых он предал. Да, вот эта вот сеть в Америке, насколько она важна была? Там все, ну, насколько она важна, мы... Не, вот этот вот вопрос волнует. В ближайшие 20 лет не узнаем. Но там есть другой трагический момент. Среди преданных, там, да, там есть Анна Чапман, которая вызывает такие всякие шуточки. Но там есть и герой Советского Союза, генерал-майор. Реальный, крупнейший наш агент, который работал, начиная с 60-х годов, нелегалом. И который действительно является, ну, что ли, заслуженным таким героем. Который герой России, Советского Союза. Не нынешний герой России, а Советского Союза еще, Возенков. Это действительно, такого человека сдать, это надо было кем же быть. А вообще, вот такой вопрос. Уровень присутствия российской разведки в США, в других западных странах, он сопоставим с временами Холодной войны? Или все-таки было некое понижение? Конечно, было понижение по количеству хотя бы резидентуры. Их резко сократилось. Мы уже не работаем в таком большом количестве стран, как работали во времена Советского Союза. Ну, вообще, сейчас же, в эпоху глобализации, информационной открытости, стирания границ гораздо легче всем этим заниматься. То есть, вообще, по большому счету, столько информации сейчас находится в открытом доступе, в интернете. Насколько актуальна вот эта традиционная разведывательная деятельность? Это очередной уровень изменения разведывательной деятельности. Первый, я бы сказал, это был, когда изобрели... Это огромная была революция, это радиоперехват. Это было просто... В Первую мировую войну это вот решающе было. То есть, ну, просто никто об этом не знает, потому что это скучно и неинтересно. Интереснее там про Зорги, Матухари. А тут, ну, подумай, сидит человек на дереве, там, держит и что-то слушает. Но, тем не менее, да, события в Восточной Пруссии, когда пострадала армия Самсонова. Да, Самсонова. Вот это, собственно, просто... Погибла армия вторая, да. Это немцы просто занимались обыкновенными радиоперехватом, потому что наши радисты открытым текстом передавали какие-то сообщения. Потом они все это, в общем-то, сопоставили и нанесли удары, которые, в общем-то, рассекли эту армию. Эта армия в болотах затерялась, в общем-то. Самсонов застрелился. Ну, там, все-таки и австрийцев, кстати, тоже была очень мощная служба радиоперехвата. Но, в отличие от немцев, они терпели поражение. То есть, это, конечно, не решает ход войны. Вот то, что у них было превосходство в этом радиоперехвате, ну, то есть, в разведке в целом получается, потому что 90% информации получали от этого радиоперехвата. Это не дало австрийцам возможности, тем не менее, побеждать. Они терпели поражение. Следующая революция вот в разведке, это, конечно, вот космическая разведка, да, то есть... Ну, авиационная, я бы не сказал, что была уж революция, но вот космическая... Космическая съемка, да? Да, да. И вот это очередная... Это вот интернет. Интернет, да. Но это не тоже такой же вот рывок, но это не меняет картину в целом. Мы всегда должны помнить, что существуют высшие рычаги принятия каких-то решений, да? И очень часто туда добраться техническими методами оказывается невозможно, потому что это все на бумаге только пишется. И даже не пишется, а говорится... Там, например, в английской разведке, вот сейчас опубликованы мемуары, и там человек, ну, одного из руководителей разведки, он пишет, что в молодости он был заместителем, когда его потребовали сжечь три мешка совершенно секретных бумаг. Представляете себе? И мы никогда не узнаем, что там было. После прочтения сжечь, да. Три мешка. А что, это все действительно актуально сейчас? Вот эти вот шреддеры и сожжение бумаг, это все по-прежнему так же актуально, как и там сто лет назад? Ну, с нашей стороны, со стороны России получается, что нет. А со стороны, конечно, Америки, Англии, прежде всего, для них это почему-то очень актуально. То есть для них вот эта тайная составляющая, тайная война, холодной войны, она продолжается. Холодной войны нет, а вот этот аспект тайной войны продолжается. Насколько вообще сейчас сильно ЦРУ? И вот меня интересует, насколько у нас сильна мифология ЦРУ здесь, в России? У нас ее нету сейчас вообще никакой. Ну, по-моему, ЦРУ развалил Советский Союз, спросите каждого второго. Ну, наверное, так сказать, так просто все не происходит. И, как бы, значит, наверное, каких-то много составляющих за этим состояло, а не только какая-то там воля. Кстати, насколько вот эта вот мифология, насколько она далека или близка к действительности? Роль ЦРУ в развале Советского Союза? Ну, она, безусловно, была важной, но не... Ну, можем и про католическую церковь поговорить, наверное, на эту тему. Знаете, Англия тоже в 19 веке проиграла войну в Афганистане. Но Англия не развалилась, и империя не развалилась. Тут, конечно, важны и внутренние причины, да? Англия развалилась, когда она выиграла Вторую мировую войну. Да, да, вот именно. И роль ЦРУ, вот я не согласен, что у нас народ... Вообще о ЦРУ... Вы хоть одну передачу видели о ЦРУ? Я не видел. Нету книг. Никто ничего не пишет. На Западе выходят. Ведь у нас прекратили писать о ЦРУ уже 20 лет назад. Декабрь 1953 года. На совместное совещание в Лондоне собрались сотрудники Центрального разведывательного управления США и британской службы Ми-6. Совещание проходило на очень высоком уровне и в атмосфере строжайшей секретности. Обсуждали строительство секретного тоннеля под Берлином. Он должен был пройти из западного Берлина в восточный и позволить американцам прослушивать все переговоры штаба советских войск. Строительство тоннеля финансировало ЦРУ и к операции было приковано особое внимание шефа американской разведки Алана Даллеса. Английские разведчики помогали. На совещании в Лондоне было всего 8 человек. Самый узкий круг. Но один из этих 8, англичанин Джордж Блейк, оказался агентом КГБ и очень скоро передал все данные о тоннеле советскому резиденту Сергею Кондрашову. Так в СССР узнали о тоннеле еще до того, как он был построен. А это кадры из советского киножурнала «Новости дня» 1956 года. Американский тоннель рассекречен. Почти год ЦРУ получала отсюда записи телефонных переговоров и телеграфных сообщений. Над их расшифровкой и переводом работало около 700 человек. На строительство тоннеля длиной 450 метров американцы потратили 6,5 миллионов долларов. Эта сумма сегодня эквивалентна 51 миллиону. И все это время КГБ знало о тоннеле и позволяло ЦРУ получать только ту информацию, которую считало нужной. Ценность сведений, которые так усердно обрабатывала ЦРУ, была очень невелика. Эта история больно ударила по карьерам Алана Даллеса и его брата, госсекретаря Джона Даллеса. Всесильная ЦРУ. Организации, созданные после Второй мировой войны по указу президента Гарри Трумэна. Это была одна из мер, направленных на укрепление американской национальной безопасности. Где-то в кабинетах ЦРУ якобы вершится мировой порядок, реализуются заговоры по всему миру. Но на самом деле провалов у ЦРУ было ничуть не меньше, чем успехов. Некоторые из них получили особенно громкий резонанс. Берлинский тоннель – только одна из таких историй. В 60-м году произошла другая, последняя в карьере директора Алана Даллеса. Операция ЦРУ на Кубе в заливе свиней, несмотря на большое число погибших, стала сюжетом для анекдотов. 17 марта 60-го года президент США Дуайт Эзенхауэр утвердил план свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе. На это было выделено 18 миллионов долларов, а исполнением операции занимался Алан Даллес. Планировалось вооруженное вторжение. С этой целью ЦРУ готовила диверсантов на Кубе, работая с пятой колонной, противниками Фиделя Кастро и революции. В самих штатах готовили так называемую бригаду 2506, состоявшую из кубинских эмигрантов. 15 апреля 1961 года операция началась. Восемь американских бомбардировщиков, маркированные как кубинские, нанесли удары по трём военным аэродромам Кубы. Пилоты сообщили об успехе, но на самом деле они разбомбили муляжи. Кубинские спецслужбы знали о готовящейся операции и приняли меры. В ту же ночь 168 американских диверсантов должны были высадиться на побережье и отвлечь на себя внимание береговой охраны. Но высадиться им не удалось, поскольку берег патрулировался. Диверсанты вернулись назад. Наконец, 17 апреля началось решающее сражение на одном из пляжей в заливе свиней. В результате 114 человек из бригады американских диверсантов было убито. 1200 попало в плен. Кубинская армия захватила 5 американских танков и 10 бронетранспортеров. Позже Куба ещё добилась от США финансовой компенсации ущерба, а на заседании ООН агрессия штатов была осуждена. После этого громкого провала Алан Даллес перестал быть шефом ЦРУ. Его карьера была закончена. Он пытался списать неудачу на действия Джона Кеннеди, который к тому времени стал президентом страны. Якобы тот выделял недостаточно денег на операцию в заливе свиней. Но скандальный шлейф надолго испортил репутацию ЦРУ. Те преступления, которые совершает ЦРУ, оно совершает как бы с санкцией высшего руководства. То есть оно не делает то, что оно делало в 60-е годы, когда оно что-то делало само по себе, не считаясь с руководством и подставляя его под разные международные скандалы и конфликты. Вот эта история с этой колбочкой, да, там пресловутой. Но это же позор, национальный позор. Какой колбочкой? Ну, когда война в Ираке, и Пауэлл сидел в ООН. Но это же национальный позор. Нужно было доказать, что в Ираке ведется разработка такого оружия. Садамом, Пусыном, да. И что нужен был повод для того, чтобы напасть на Ирак. И, кстати, все прекрасно понимали, что этот повод найдут, даже если этого оружия нет. Значит, ну и в конце концов это нападение совершилось. Вот таким образом. Но то, что это именно... То есть были найдены следы радиоактивности. На заседании он показывает колбу и говорит, вот, уважаемый человек, афроамериканец, да, там, и говорит, вот, посмотрите, вот, мы нашли, вот, вот. И как уже не верить? Саша, Саша, ну когда... Вот я просто другой пример приведу. Когда, например, Америке потребовалось напасть на Мексику, с которой были хорошие отношения, вот еще тогда, в 19 веке, была выбрана только одна единственная причина, потому что никаких других причин вообще-то не было. Значит, американский президент заявил, так хочет Бог. Так хочет Бог. Почему-то, значит, вот он так захотел. Нужна была причина, ее нашли. Он был просто... Он должен был это продемонстрировать, и все. Ну, а вообще, в принципе, это некий особый тип людей, которые... Сейчас я уже говорю не о тех, кто, так сказать, предает, раскрывает информацию. Кто идет изначально в разведчики, шпионы? Какая мотивация? Ну, иногда это может быть призыв партии, да, скажем. Партия сказала, надо, и человек, это, кстати, в 20-30-е годы такие люди находились. Они были убежденными людьми, они были людьми даже фанатичными. Ну, кстати, там тот же Абель, да, он же все-таки был человеком, связанным с коммунистической идеей. А вот в прежней эпохе, если смотреть эпоху нового времени и раньше, кто шел в разведчики? Это считалось в шпионы? Это считалось таким, может быть, несколько зазорным? Ну, оперативники, это офицеры. Ну, их назначали. Впервые у нас разведка мощно о себе заявила во время войны 12-го года. Сейчас была куча фильмов, об этом подробно рассказывалось. Просто брали людей, чаще всего это были иностранцы на русской службе, так как они жили в этих странах, знали языки, и их назначали агентами. А вот их агенты, это в основном были торговцы какие-то, купцы. Очень много, кстати, было лиц еврейской национальности, которых использовали, вот так как они могли беспрепятственно продвигаться, путешествовать, туда-сюда ходить. Русских было очень мало. И вот вообще русских в войне 12-го года, разведчиков, было мало. В основном это были иностранцы. Ну, вот Чернышев, но это скорее исключение, граф Чернышев. Потом возродилась, когда разведка военная в 60-е годы 19-го века, это были, вот опять же, офицеры, генштабисты, которых просто назначали. Они, кстати, не хотели там служить. И, ну, это не считалось таким вот удачным миром. Ну, кстати, исторически, вот я просто вспоминаю, даже Даниэль Дефо, он один из отцов британской разведки был, но, по-моему, именно то, что он был неблагородного происхождения, это дворянам было зазорно этим заниматься, и его использовали просто, чтобы... У англичан как раз совсем другое отношение к разведке. У них как раз это элита-элит. То есть попасть в разведку для английского аристократа, это... А поэтому Джеймс Бонд, поэтому это все какой-то человек с манерами из высшего джентльмена. 17-й век, я имею в виду, раньше тогда. Посмотрите, наши даже агенты, Энтони Блант, родственник королевы, Ким Филби, там, из самого высшего там... Ну да, вот интересно, кстати, сфин... Да, но смотрите, разведчиками был, между прочим, Лавр Корнилов. Ну, сын простого казака. Разведчик был Снесарев. Ну, вот мы говорили о британской разведке, вот Ким Филби. Вся эта история, здесь же очень сильный идеологический момент мотивации, да? Только идеологический, больше никакого. Это редкий случай, когда нету никакого другого. Август 1945 года. Вице-консул Советского Союза в Стамбуле Константин Волков обратился в консульство Великобритании. Он просил 27 тысяч фунтов стерлингов и политического убежища. А в ответ обещал выдать советских разведчиков в Англии. Трое из них, по словам Волкова, занимали высокие посты в английском МИДе и секретной службе МИ-6. Консул Соединенного Королевства в Турции немедленно отправил донесение в Лондон. В МИ-6 оно попало к руководителю отдела СССР Киму Филби. С этого момента дело приняло оборот весьма неприятный для советского вице-консула. Хотя все могло плохо закончиться и для самого Филби. Англия. Начало 1930-х годов. В Кембриджском университете в Тринити-колледже учатся пятеро молодых социалистов, завербованных советской разведкой. Уже в 60-е они станут известны как Кембриджская пятерка. Ким Филби – кодовое имя Стэнли, Энтони Плант – Пилли Джонсон, Дональд Маклин – Гомер, Гай Бёрджис – кодовое имя Хиггс. Но кто был пятым? Его имя всегда оставалось под вопросом. А ведь он должен был существовать. По мнению многих, кембриджские студенты были наследниками ячейки Коминтерна. А эти ячейки всегда состояли из пятерых. Молва назначит пятым Джона Кёрнкросса. И только в конце 80-х годов Ким Филби в интервью даст неожиданный ответ. Кембриджской группы не существовало. Это чепуха, выдуманная журналистами и авторами книг о шпионах. Я начал работать с русскими не в Кембридже. То же самое следует сказать о Бёрджисе и Бланте. В отношении Маклина я точно не знаю, но сомневаюсь в этом. Это интервью Ким Филби дал журналисту и писателю Филиппу Найтли в январе 88-го в перестроечной Москве. К тому времени бывший советский разведчик уже 25 лет жил в СССР. В 1963-м его срочно вывезли из Берута в связи с угрозой провала. Почти 30 лет он совмещал свою добровольную работу на КГБ с высокими постами в британской секретной службе. Однажды Ким Филби чуть было не оказался главой Ми-6. Только во время Второй мировой войны он передал в Москву 914 документов. А когда в 1945-м агент Элизабет Бентли перешла на сторону ФБР и сдала советских разведчиков, именно Филби отправил в Москву донесения с точным перечнем всех, кто оказался раскрыт. Это помогло минимизировать вред от предательства Бентли. Если она была типичной перебежьицей, то Ким Филби всю жизнь оставался убежденным коммунистом. Август 1945 года. Получив из Стамбула донесение, что вице-консул Волков готов сдать англичанам советских разведчиков, Ким Филби немедленно сообщил об этом в Москву. К слову сказать, он и сам должен был быть раскрыт. Филби был одним из тех трех сотрудников Ми-6 высокого ранга, о которых говорил Волков. Но планам перебежчика не удалось осуществиться. Передав в Москву донесения о готовящемся предательстве, Филби засобирался в Стамбул по линии Ми-6, якобы для переговоров с Волковым. Но протянул время так, что прибыл на место только через пять дней. На момент его приезда Константин Волков уже был тайно вывезен сотрудниками НКВД в Москву и расстрелян. В 1952-м Филби вызвали в штаб квартиру Ми-6 для дачи показаний в связи с бегством Бёрджеса и Маклина, двух советских агентов, которые вместе с Филби состояли в так называемой Кембриджской пятерке. Но это был только повод. Филби хотели уличить в чем-то еще. Следователь заметил, что радиообмен между советским посольством в Лондоне и Москвой, а также между Москвой и Стамбулом увеличился, когда Филби выехал в Турцию по делу Волкова. Как писал в конце жизни сам Филби, на этот вопрос он ответить не мог. И сказал просто, откуда я знаю? Ким Филби не будет раскрыт еще 12 лет. Недавно мы узнали про одного человека, которым здесь даже не... Вот, кстати, интересная история. Аристократ Сотландский. Оказывается, во время войны служил в английской разведке и был нашим агентом. И он тоже дублировал информацию, которая шла через Бланта и Лонга. У Запада ничего подобного не было. Это близко и быть не могло. Потом этого аристократа направляют офицерам связи между английскими и американскими штабами. И он всю информацию не только по англичанам сбрасывает, но и по Америке. Этот человек перед смертью написал, что я горжусь вот этим, что я сделал. Надо сказать вот о таком совершенно простом деле. Значит, существовала большая победа польской и, кстати, британских спецслужб в области рассекречивания немецкой машины Энигмы шифровальной. И часть этой информации попадала и к нам. Попадала напрямую через англичан. Англичане прямо... Помните, Тьюринг занимался как раз у британцев. Да, они отсылали нам это прямо напрямую в Москву. Но эта информация, конечно, была не полная. А полная информация... А полная информация поступала через Филби и через Кембриджскую пятерку. И тогда, вот здесь в Москве, сидели люди и сравнили, а что они нам не послали. Из того, что вы рассказываете, в 20 веке у нас была беспрецедентная по мировым меркам сеть во всем мире. Да, да. Сила советской разведки была именно в коммунистической идее, которая давала вот этих людей. Больше никакой. Сами оперативники уступали английским на порядок. То есть, когда говорят, что наша разведка лучшая, это я бы не согласился на 100%. Я бы сказал еще и вот, что на самом деле к концу 30-х годов советская пропаганда достигла такого уровня, что желающих было очень много. В том числе, между прочим, среди американской художественной элиты. Кстати, в Голливуде. Да, в Голливуде, да. Кстати, вот во всех этих... Так сейчас выяснилось, что Хемингуи был агентом реальным. В 2009 году средства массовой информации сообщили. Писатель Эрнест Хемингуэй не просто симпатизировал коммунистам, но еще и был завербован НКВД. Это стало известно из опубликованных документов перебежчика Александра Васильева. Кодовое имя Хемингуэя было Арго, и завербовали его в 1941 году. Несколько раз он лично встречался с сотрудниками советской разведки. Они присматривались к писателю, но никакой важной миссии на Хемингуэя так и не возложили. А в конце 40-х связь с ним и вовсе была утрачена. Вырисовывается какая-то картина абсолютно глобального, тотального доминирования советской разведки в 20-м веке в отношении западных интеллектуалов, ученых. В определенный период и по определенной теме, скажем. Потому что эта тема была важна... По теме стратегических технологий. Да, важна для жизни, может быть, не только в СССР, но и вообще для жизни на земле. Ведь мы же понимаем, что там были определенные идеи нести первыми ударами. Насколько была, я понимаю, что это было, конечно, несимметричное присутствие западных разведок в Советском Союзе, но насколько они были сильно представлены в Советском Союзе? Или, так скажем, насколько была оправдана та шпиономания, которая была у нас развязана в 30-е и 40-е и 50-е? Ну, я считаю, что была оправдана до 37-го года точно. Потому что у нас просто об этом вообще не пишут. Это не то, что запрещено, но почему-то никто не пишет. Огромное количество было диверсантов. Ну, известный случай, когда чуть Сталина не застрелил, просто шел Сталин на встречу террориста. Ну, диверсант, приехавший из-за границы. Он просто не ожидал, что Сталин может идти по улице, как обычно идти. Он думал, на машине где-то возят. Он идет по улице Москвы, этот на встречу. Значит, сунул руку в карман, а оказался охранник. Охранник один. Значит, вышел переди Сталина и стал смотреть. И он не выстрелил. А, в принципе, понимаете, и он был не один, этот диверсант. Были огромное количество вот этих эмигрантских организаций. РОВС, Братство Трудовой Правды, о котором у нас вообще никто толком никогда не писал. Множество, которые направлялись сюда не просто разведчиков. Русская Правда. Братство Русская Правда, да. А даже диверсантов. И они, вот эти террористы, сюда прибывали. Было несколько убийств. Скажу такую интересную информацию, я не знаю. В свое время, когда я общался с Львовым Разгоном, а Львовым Разгон, между прочим, работал в спецотделе ОГПУ и, значит, был зятем главы этого отдела Глеба Ивановича Боке, он рассказывал, что здесь существовала система пеленгаций. И что западные радисты, западные агентурные группы имели здесь свои радиопередатчики. Собственно, те радиопередатчики засекались, если они не входили в систему русского кода, так называемого. Уже было кодифицировано все, уже имелись какие-то представления о том, так ли это передается или нет. Но вот, тем не менее, значит, здесь эти группы были, мы о них ничего не знаем. У нас это все сейчас проходит по вот этой такой номинации масс-культуры, что у нас была вот судьба барабанщика, песня «Коричневая пуговка», что всегда под кустом сидел диверсант. Да, это все высмеивается, но реально были эти диверсанты, их ловили. Просто было мало открытых процессов. Но при этом все-таки нельзя отрицать того, что была большая паранойя по этому поводу, и все это зашкаливало. Она была не больше, чем была, например, в Германии в годы войны или в Англии, в годы Первой мировой войны. Да и потом в отношении, ну, всем известная история с письмом Зиновьева в Англии, когда подделали документ, вот эти, кстати, наши эмигранты, по заказу английской разведки. Это использовалось для того, чтобы свалить лейбористское правительство, и они свалили. То есть в политических целях там это использовалось. Огромная была шпиономания в Соединенных Штатах Америки. В какой период? Все думают, что только после войны, вот маккартизм, а на самом деле была точно такая же комиссия сенатора Фишера в конце 20-х годов, то же самое. Была еще сенатская комиссия Дайса. Да, Дайса, да. А комиссия Дайса, это какие годы? Это эпоха, между прочим, последних лет Троцкого. И он даже выступал на этой сенатской комиссии Дайса. Это была комиссия, посвященная антиамериканской деятельности. В частности, они выслушивали там доклады такого бывшего коммуниста Гитлоу, который сообщал, например, о многих вещах, связанных с... У нас была проблема с предателями. У нас было всегда много предателей, которые мотивированы были в основном, значит, деньгами, ну и вот какими-то обидами. В марте 1915 года военно-полевой суд рассмотрел дело бывшего жандармского полковника Сергея Мисоедова. Вердикт – виновен в шпионаже в пользу немцев. Мисоедов свою вину категорически отрицал. У него еще оставалась надежда, что военный министр Владимир Сухомлинов, под началом которого он раньше работал, поможет спасти его от виселицы. О шпионаже и измене в Петрограде стали говорить с первых дней войны. Особенно активно поиском виновных занялись в начале 1915 года, когда русская армия потерпела очередное поражение. Тогда любые контакты с немцами стали казаться подозрительными. Неудивительно, что в центре шпионского скандала оказался Сергей Мисоедов, который с 1901 года служил на границе с Пруссией. Это был простой в то время жандармский подполковник, который жил, может быть, на широкую ногу. Который в свою молодость военную провел на границе с Восточной Пруссией. И который действительно, это правда, знал будущего кайзера. И тот ему передавал свои портреты. Это были подарки. Да, они были знакомы. Царский стражник на границе с Восточной Пруссией. И Вильгельм. И вот этот Вильгельм обласкал Мисоедова. В 1915 году Мисоедову припомнили не только это. Быстро всплыла история трехлетней давности. Тогда член Государственной Думы Александр Гучков в интервью газете «Новое время» открыто обвинил Мисоедова в шпионаже. В то время полковник работал в военном министерстве. Дело закончилось дуэлью, в которой, однако, никто не пострадал. Расследование показало несостоятельность обвинений Гучкова. Газеты напечатали извинения. Но тень скандала заставила Мисоедова уйти со службы. И вот началась война. Мисоедов сам сначала вступил в туловую часть. Потом такие, как Концаки, были нужны. Он попал во фронтовую, так сказать, части. Потом он стал еще больше пользоваться доверием, попал в контрразведку. Потому что были, конечно же, у профессионала-жандарма в высшем офицерском звании определенные навыки к этому делу. Воевал он хорошо, храбро. Но, если говорить нашим теперешним суконам и казенам, он был мародером. Вот типичным таким мародером, который не гнешался тем, что воровал в Восточной Пруссии чуть-чуть не пуховые подушки. Подобные несимпатичные поступки совершали очень многие. Но Мисоедову повезло меньше других. В феврале 1915-го он был арестован. Оказалось, что показания на Мисоедова дал один поручик, вернувшийся из германского плена. Якобы Сергей Мисоедов представлял интересы немцев. Мисоедов был Мисоедов шпионом. Давайте попробуем быстро порассуждать. Я думаю, что он не был вот таким стопроцентным, настоящим, что называется, я бы сказал, таким шпионом, который продался за деньги, или который, я скажу, за совесть, за честь выдавал секреты его царского величества. Нет. Я думаю, дело было в другом. Мисоедов каких-то немцев знал. Мисоедов не мог не общаться с ними, служа на границе. Возможно, я подчеркиваю, возможно, это моя гипотеза, он не был, конечно, агентом влияния, но какую-то невозможно малую толику информации, как казалось ему, наверное, безобидную, он не то что сливал, как говорят в определенных кругах, но выкладывал своим знакомым, которые передавали эту информацию немцам. Есть версия, что точку в деле Мисоедова поставил главнокомандующий. Великий князь Николай Николаевич выслушал доклад комиссии и, несмотря на сомнения в виновности Мисоедова, дал резолюцию. Все равно повесить. Такие выводы были в его стиле. Я думаю, что Николай Николаевич понимал, что если сейчас он сдаст, я подчеркиваю, сдаст Мисоедова, то будет всем лучше, будет всем хорошо, кроме одного человека, Мисоедова. Но о Мисоедове никто не думал. Его по-прежнему месили в жерновах потихонечку. Николай Николаевич высказал за то, что Мисоедов виновен, и об этом даже нечего говорить. 20 марта 1915 года, через день после вынесения приговора, Сергея Мисоедова повесили. А потом начался поиск новых предателей. Только по делу Мисоедова было арестовано 19 человек. Немецкий заговор в высоких кругах представлялся обществу все более реальным. Это давало основания для разоблачения новых шпионов. Но все-таки спецслужбам все больше и больше нужно находить поводы, чтобы оправдывать свое существование. Вот сейчас, я не знаю, по крайней мере, там был большой повод с Бен Ладеном, убийство Бен Ладена. Сейчас они нашли хакеров, кибертеррористов, и вот будут с этим бороться. Но я думаю, что и большой повод для всех спецслужб мира это существование исламского терроризма, радикальной идеи, исламистской, которая в последнее время завладевает огромным количеством людей. Завладевает. Иногда даже, так сказать, с благословения людей, которые вроде бы хотят добра. Мы знаем о всех этих замечательных революциях, которые прошли под флагом арабской весны. Они закончились арабской зимой, вообще-то. И очень сильными холодами. Да, большими, да. Очень сильными холодами, с огромным количеством жертв, с какими-то опять репрессиями в этих странах. И все эти благие намерения реально привели в ад. Но и у нас это проблема. Здесь, да, здесь просто, в том числе, мне кажется, и в том числе и провал спецслужбы, неумение просчитать на несколько ходов вперед ту ситуацию, которая очевидно должна была произойти. Ну, понимаете, вот, например, перед вторжением американцев в Афганистан, да, ведь все специалисты американские по Афганистану предупреждали и говорили, вот, что будет, вот, то, что происходит. Никто их не послушал. К вопросу. Ну, вот, к вопросу о необходимости спецслужбы, о том, как они вынуждены сейчас доказывать свое существование. Мне кажется, уже подводя итог нашей передачи, вот как раз Олег здесь, продолжая, да, кинематографическую тему, после прочтения «Жечь», да, прекрасная совершенно, там тоже находится, ну, не пакет такой секретный, а диск, находит фитнес-инструктор Линда. Да, да, гениально. Соответственно, развертывается огромная совершенно схема, а ради чего? Ради того, чтобы она смогла себе сделать пластическую операцию. И найти себе мужа. Но там, конечно, гениальный абсурд, особенно последняя схема, когда сидит этот начальник, говорит, что мы, да, что мы выучили, lessons learned, да, что мы выучили, мы ничего не выучили. Мы поняли, что никогда не надо больше этого делать. А что мы сделали? Я не знаю, что мы сделали. Вот, так что, вы знаете, заканчивая тему вот с этим вот пакетом, как бы в случае после прочтения сжечь, если его вскрыть, то очень часто выясняется, что пакет пустой. Ну, я думал, что там хотя бы шоколадка надо. Совершенно, нет, нет. Пакет совершенно секретно оказался пуст. И очень часто все эти истории разворачиваются вокруг пустоты. Но, я думаю, что наш разговор, по крайней мере, был не вокруг пустоты, а вокруг очень большой и богатой истории. Я благодарю вас за участие в этой программе. Александр Колпакиди, историк спецслужб и писатель, и Олег Шишкин, историк и телеведущий. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия. Культура». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин